Кто это? Онлайн РП, где только вы решаете, как в неё играть, что делать и кем становиться. Можно пойти устроиться на работу, от обычного курьера и до госслужащего, стать бизнесменом или бандитом, участвуя в войнах кланов за территорию. За что в том числе можно отъехать в тюрьму Алькатрас, где или спокойно мотать срок, или устроить побег из Шоушенка, выполняя разные интересные мини-квесты. То есть скучно здесь просто не бывает. Можно развлечь себя соревнуясь с другими игроками в мини-играх, открывая контейнеры, испытывая удачу, покупать разные тачки, включая реальные для гонок с другими игроками, вместе с разными скинами известных персонажей, недвижимостью и прочим, с чем на старте вам поможет мой бонус-код Феном, который даст 120 тысяч игровой валюты, которую вы можете потратить на что угодно. Для его активации нужно прописать в чате слэш-мм и выбрать раздел бонус-код. Проще говоря, игра увлекает с головой, и дабы стать частью этого мира, нужно всего-то скачать установщик по ссылке в описании и запустить, а дальше он сам подгрузит всё необходимое. После чего вводим игровой ник и можно играть. Лично я играю на втором сервере, так что скачивайте игру по ссылке в описании и до встречи в игре. 20 место Аврория Ну и начнём с новинки, которая правда уже несколько лет находится в разработке, но не так давно она наконец-то вышла в релиз, правда пока только в Китае. Но это стандартная практика, после которой игра постепенно начнёт выходить и на других рынках. Главное, что её уже сейчас можно скачать и спокойно погрузиться в космическое выживание, походящее на Астронир или Номан Скай, с похожим визуалом и даже схожим геймплеем. Правда, к которому после успеха Пал Ворл добавили разных существ для приручения и сражений. 19 место Вайфлайм Зе Хантер Ещё одно выживание, вышедшее пару дней назад, но которое в совершенно другом стиле, а именно средневековье с примесью фэнтези, когда наш герой оказывается на волоске от смерти и, чтобы спастись, заключает контракт с Великим Огнём этого мира, который уже укажет персонажу путь в его нелёгком приключении с исследованием заброшенных мест, сражением с врагами и обычной рутиной с поиском ресурсов, крафтом, постройкой дома и подобным. А главное, всё это действительно будет иметь значение на финал истории. 18 место Hyper Light Drifter SE Наконец-то, спустя долгие годы ожиданий, вышел порт пиксель-арт на Метроидвании и на Android, а не только на iOS, как было раньше. Что для меня стало настоящим праздником, так как теперь не нужно использовать эмулятор для запуска. Ну а что касаемо самой игры, то это невероятная приключенческая бродилка по фантастическим локациям, с попутным истреблением демонов, чтобы открыть новое оружие и в итоге сразиться с финальным боссом. Всё это, конечно, сложно, но очень увлекательно, особенно при поддержке геймпада. 17 место Oceanhorn 2 А вот эта игра, в отличие от предыдущей, всё ещё не вышла на Android и остаётся эксклюзивом на iOS. Правда, её первая версия доступна на всех платформах, так что это тоже не проблема. Тем более, что она явно пытается подражать небезызвестной зелье на Nintendo с таким же красочным мультяшным визуалом, главным героем, походящим на Линка, правда, который спасает не принцессу, а своего пропавшего отца, попутно решая разные головоломки и сражаясь с врагами при помощи разного оружия. 16 место Planet Tribute Зрителям моего канала эта игра скорее знакома по названию Earth Revival, когда ещё был бета-тест. Ну а сейчас со сменой названия, выживание в открытом мире с азиатским уклоном вышло в глобальный релиз и на английском языке. Хотя геймплей на игра поменялась не очень, это такая же песочница, только с озвученными диалогами, полноценным сюжетом и перестрелками в духе The Division, то есть с укрытиями. Правда, и её успех Palworld не обошёл стороной, добавив новых покемонов и разные мини-игры для реальных людей. 15 место Karik Street Пожалуй, самая или как минимум одна из самых реалистичных гоночных симуляторов в полностью открытом мире, где, что удивительно, присутствует оживлённый трафик, который как можно было увидеть по прошлым играм редкость, огромная по масштабам карта и нереальная как для смартфонов графика, словно прямиком портированная из ПК, но без каких-либо урезаний. И хотя геймплейно она не особо отличается от остальных, знай себе езди по городу, ищи гонки и прочее, но именно уровень, на котором всё выполнено, делает её одной из лучших. 14 место Tire Island Не успела игра толком выйти, пока доступна только по одному серверу в Европе и США, а уже забрала первое место в App Store среди RPG жанра, что впрочем и неудивительно, ведь это кроссплатформенная игра, в которую можно зайти как со смартфона, так и компьютера, играя с друзьями там, где вам удобно. Плюс с множеством классических классов на выбор, открытым миром с детализированной проработкой и подобным, за что любят такие игры, только здесь всё это уже есть с релиза. 13 место Tower of Fantasy Визуальная игра похожа на тот же Genjin или даже скорее Зельду, только в стилистике киберпанка, а не средневековья. Плюс геймплейно, по крайней мере в сражениях, это ещё и частичка Хонкай, который, кстати, тоже поддерживает геймпад, так что имейте в виду. То есть, казалось бы, игра понабирала от всех понемногу, но сумела сделать нечто своё уникальное, с вариативной кастомизацией, огромным миром, интересной боевой системой и кучей активностей с гриндом, где встречаются другие игроки, персонажи, враги и всё прочее. 12 место Underwater Survival Ещё одна игра, которая довольно сильно напоминает версию с ПК под названием Subnautica, где космический корабль главного героя терпит экстренную посадку на неизведанной планете, и дабы выжить, мы должны исследовать окружение и подводный мир. Это, пожалуй, самое главное отличие от обычного выживания, хотя где также нужно собирать ресурсы, следить за показателями персонажа и просто стараться прожить как можно дольше, чтобы разгадать тайны этой планеты. 11 место Stryker Anomaly Zone Эту игру потерли из Google Play, скорее всего, из авторских прав, так как игра уж слишком походит на оригинальный Stalker, но, тем не менее, является отличной его заменой на смартфоны, так что при желании её можно скачать в формате АПК, чтобы погрузиться в мир аномалий и мутантов, исследуя радиоактивную зону отчуждения. И, как по мне, это просто отличная альтернатива скоро выходящему продолжению на ПК и консоли, тем более учитывая атмосферную графику и даже сюжетную линию. 10 место Once Human Ну и буквально сегодня открылись тестовые сервера игры, которая когда-то называлась как Project EO, и уже несколько лет не может выбраться в глобальный релиз. Вот и снова нас кормят тестами, правда теперь не китайскими, а для входа можно использовать VPN США, Канады, Германии и Франции. Конечно, если хотите сыграть в один из передовых выживаний, где нужно следить за жаждой, голодом, добывать ресурсы, сражаться с врагами в виде зомби и даже реальных игроков, правда пока доступны только PvE сервера. Но даже этого хватает, чтобы уже оценить масштаб, графику и геймплей. 9 место Goat Simulator 3 Saints Row изначально создавалась как копия или очень похожая игра на GTA, но по итогу прославилась морем безумия и экшена. Однако существует ещё более безумная игра, и это как раз таки Goat Simulator, где полностью открытый мир лежит у наших ног, а точнее копыт, ведь управлять предстоит за всемогущего козла, который может отправлять людей в полёт, взрывать всё, что попадётся на пути, водить транспорт без каких-либо правил и многое другое. Проще говоря, полное безумие в открытом мире. 8 место Construction Simulator 4 Симуляторы бывают самые разные, от фермерства до уборки домов, но все они в основном строятся только на одной механике. И только эта игра предлагает сразу под управлением множество строительной техники, от грузовиков до экскаваторов, передвижных кранов, асфальтоукладчиков и многого другого. В общей сложности в игре более 80 машин, на которых нужно не просто кататься, а выполнять различные задания на живописных локациях Канады, от мегаполиса до лесов с лугами. В общем, фанатам, думаю, точно понравится. 7 место Skyl Children of the Light Об этой игре я не устану рассказывать, ведь это некая приключенческая адвенчура от создателей Journey на ПК, с такой же релаксной музыкой, великолепным визуалом, как для смартфонов и необычным геймплеем с медитативными элементами, когда предстоит бродить по миру состоящему из островов, собирая духов и возвращая звёзды на места, параллельно встречая таких же реальных игроков в роли путешественников. Притом, приятно видеть, что разработчики не забрасывают проект, постоянно его обновляя. 6 место Nina Kuni CrossWorld Игра, которой уже несколько лет, а она всё равно привлекает своей красотой. Что неудивительно, ведь и сделана она в стиле аниме студии Гибли, с открытым миром, красочными городами и механиками из MMORPG, когда вместе с друзьями или другими игроками нужно выполнять квесты, побеждать врагов, прокачивать своего персонажа и так далее. Единственное, что немного разочаровывает, это автобои, сродни обычному гринду, что убивает весь интерес играть поначалу. Но стоит начать сражение с реальными игроками в PvP, придётся задействовать все навыки комбинирования приёмов и умений. 5 место Dawnlands Геймплей на типичное выживание, где нужно собирать ресурсы, строить дом, сражаться с недружелюбными NPC или приручать менее враждебных, временами пересекаясь с другими игроками в сеттинге средневековья и мультяшной графикой, напоминающей Зельду. И хотя в этом нет ничего уникального, как для смартфонов игра такого масштаба большая редкость, ведь здесь открытый мир с несколькими биомами, которые свободно можно исследовать, где к тому же не просто стараться выжить, но и параллельно выполнять сюжетные квесты. 4 место Death Stranding Mobile В представлении данная игра не нуждается, ведь это полноценный порт с ПК, где нужно управлять за курьера в полностью открытом мире, используя для передвижения как свои ноги, так и различный транспорт, параллельно следуя довольно увлекательному сюжету. И это же можно сказать про Assassin's Creed Mirage или Resident Evil Village, которые тоже портировали на устройство от компании Apple с процессорами M-серии. Так что пускай все эти игры запустят далеко не все смартфоны, но они явно одни из лучших. 3 место тракеров Europe 3 Хотя в топе уже была игра про грузовики, но это абсолютно другое. Во-первых, здесь больше представлены европейские бескапотники, а во-вторых, с графикой, не уступающей оригиналу на ПК, где, когда идёт дождь, что само по себе редкое явление в мобильных играх, видны лужи, отражения, капли на лобовом стекле и так далее. Ведь виды есть как из кабины, так и от третьего лица, что позволит медитативно проводить время в дороге под приятную музыку, наслаждаясь меняющимися пейзажами. 2 место Wild Stand Z Это скорее шутер, нежели выживание, но где всё равно мир поглотил зомби-вирус, превратив большую часть населения планеты в ходячих зомби, которых нам как раз и предстоит отстреливать из самого разного оружия в лоу-поле стилистики, параллельно выстраивая базы для выживших и собирая отряды для зачистки территории. В общем, ничего уникального, но за счёт своей стилистики с проработанными деталями и анимациями игра способна увлечь на некоторое время. Ну и первое место Weathering Waves Главным релизом этой недели стал очередной убийца Genshin Impact, которая уже 4 года не даёт покоя многим разработчикам своим успехам. Вот только парадокс в том, что этот убийца настолько вжился в роль, что стал обычным плагиатом, где и сюжет, похожий с амнезией героя, и локации с картой подозрительно вызывают дежавю, и, конечно, анимешная графика с гачей, как во всех играх. Однако всё это с кучей багов, плохой оптимизацией и прочими проблемами новинок. Но в целом игра неплохая, а боёвка даже лучше Genshin, что и позволило набрать игре миллионы скачиваний всего за пару дней. И на этом сегодня всё, спасибо, что досмотрели до конца, надеюсь, нашли себе во что поиграть, и если так, не забудьте подписаться на канал и поддержать видео лайком. И, конечно же, до встречи в новых или старых видео на канале!